Далее в нашем эфире Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Наталья. Слава Украине, добрый день. Героям слава. Как вы можете прокомментировать вот эти якобы готовящиеся поставки нового российского оружия, так рекламируют его Минобороны врага? Не знаю, по-моему, это больше похоже на какую-то болезненную реакцию на те поставки, которые сейчас наша сторона получает. Могу сказать, что это один из признаков гибридной войны, и в этом случае инфографика — это тоже один из способов вооружения, потому что это воздействие на психологию своего потребителя. В принципе, это и сориентировано больше на жертв пропагандистских каналов, потому что просто телезрителями я их назвать, к сожалению, не могу. Да, и если мы говорили об этом авианосце, накануне было сообщение от вооруженных сил Украины о том, что был потоплен еще один корабль, катер, если я не ошибаюсь. Вы можете рассказать, при каких обстоятельствах и где? Это, получается, уже 17-е судно, которое потерял с начала полномасштабного вторжения российский флот. В этом случае речь идет о катерах, которые враг пытается использовать на Днепре. Там, где они хотят расположить свои подразделения на островах, это особенность левого берега, там очень много местности изрезано каналами, различными водоемами, поэтому им необходимы там небольшие катера, которые достаточно маневренные и могут еще пока в этих условиях погодных быть им сподручными, так скажем, помогать им перемещаться с одного участка суши на другой. Они пытаются биться за эти острова, они пытаются обосноваться там для того, чтобы территориально это приблизит их вооружение для продолжения обстрелов правого берега. Именно поэтому наши силы обороны ведут усиленную контрбатарейную борьбу с этой ситуацией и пытаются держать под огневым контролем все вот такие речные протоки, по которым враг может передвигаться. Именно так и был нашей артиллерии. Уничтожен один из катеров, на котором подразделение врага пыталось переместиться на остров. Ясно. Расскажите, пожалуйста, о последствиях обстрела территории Куцурубской общины. Известно, что было выпущено более 40 реактивных снарядов врагом. Есть ли пострадавшие среди мирного населения? Какие разрушения? На данный момент информации о пострадавших нет. Местное население хорошо осведомлено о том, что как раз напротив находится Кинбургская коса, откуда враг и пытается обстреливать мирное население и продолжает имитировать свой контроль над некоторой территорией Николаевской области, которую еще не удалось освободить. Но и тут наше контрбатарейное противостояние достаточно мощное. На прошлой неделе нами было уничтожено несколько образцов техники, которые враг подтянул туда, в том числе и одна из реактивных систем залпового огня. И потери личного состава им были обеспечены порядка 10 человек. Мы уничтожили два пункта их базирования. И поэтому сейчас в условиях штормовой погоды, которая типична для этого времени года, они не могут там пребывать постоянно. Они туда наездами пребывают, отстреливаются и снова ретируются на ту часть, которая соединена с Левобережью. Наталья, раз уж вы вспомнили Кинбургскую косу, расскажите, что там сейчас происходит? Можно ли говорить, что эта территория теперь стала серой зоной? Враг пока имеет туда территориальный доступ, поскольку по сухопутью они могут пробираться туда. Но методичная наша работа направлена на то, чтобы они не только туда не могли приехать, а и приехав, там оставались. Мы уже говорили о том, что этой войной враг создал и огромную экологическую катастрофу. И вот опять же говоря об Кинбургской косе, ведь там это заповедная зона, там сколько уникальных, редких животных. Что с ними? Можно предположить, какой урон нанесен сейчас оккупантами и животному миру? Я думаю, что специалисты, конечно, экологического направления оценят этот урон. Он действительно колоссален, потому что действительно уничтожение, которое производит враг даже своим присутствием, не только обстрелами, оно колоссально. Оно направлено на то, чтобы в Украине не оставалось ни благ цивилизации, как они это в принципе и в перехватах, мы слышим, декларируют, чтобы не оставалось камня на камне, чтобы не оставалось ничего живого. И в противовес именно такому отношению варварскому ко всему живому, как раз в противовес, наоборот, поведения наших бойцов и наших воинов, которые даже обороняясь на заповедной территории, если мы говорим о противоположном береге, там тоже есть заповедники типа Ольве, они стараются максимально сохранить и культурное наследие, и природно-экологическую среду так, чтобы это не повредило, насколько возможно, в условиях боевых действий. Да, и вчера я читал информацию, что дельфины массово теперь из акватории Черного моря вынуждены перемещаться. В общем, дай бог после войны это удастся хоть как-то восстановить. Да, я напомню, что очень много ракет сбивается над морем, очень много беспилотных летательных аппаратов сбивается над морем, и они оказываются в самой толще воды и попадают на глубины. А то, чем они снабжены, и в том числе и дроны-убийцы, которые несут на себе взрывчатое вещество, сбитые над морем, тоже попадают в воду. Это все, конечно же, отражается на экологии, на экосистеме водоема, но на данном этапе, конечно, важнее победить, а потом займемся восстановлением. Да. Хотел поговорить теперь еще с вами об Ачакове. Что-то враг плотно очень взялся за этот населенный пункт. Накануне в результате мощного взрыва было повреждено в этом городе более 5000 домов, не считая критической инфраструктуры, коммерческих предприятий. Об этом сообщил заммэра города Алексей Васьков, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Говорил, что был нанесен удар по старому складу боеприпасов. Расскажите, это какой-то прицельный, точный расстрел города и, как врагу показалось, склада боеприпасов? Как вообще можно объяснить эти участившиеся атаки на Ачаково? Враг продолжает терроризировать именно это направление. Снова-таки повторюсь, поскольку, во-первых, это город-порт. Это порт специфический, он руководит морским движением на большом участке акватории. От него зависит серьезно навигация международных транспортных маршрутов, потенциального зернового коридора, который хотят включить и Николаевскую область. А значит, враг продолжает терроризировать это направление для того, чтобы экономика страны не получила нового этапа развития, для того, чтобы продолжать шантаж на международном уровне, когда они могут что-то противопоставить требованиям, которые выдвигаются к ним. Говоря о развитии зернового коридора, международные эксперты говорили о необходимости обеспечения безопасности, и только тогда возможно подключение николаевских мощностей, там несколько портов, которые могли бы стать также перевалочными пунктами для вывоза зерна для решения в рамках международной кризисной ситуации продовольственной. И таким образом враг пытается этому помешать, разбивая Очаковский. Да, таким образом, разбивая Очаковский порт, основной его удар приходится на инфраструктуру. Таким образом они и попали в то законсервированное хранилище боеприпасов, которое было, в принципе, достаточно устаревшим. Пометуя о том, что они и на начале полномасштабного вторжения использовали карты 1985-1989 годов, мы можем говорить о том, на чем базировались их расчеты. Ясно. Расскажите, что в небе происходит сейчас? Известно, что накануне в Николаевской области был сбит беспилотник вражеский Орлан-10. О шахедах как-то не слышно. С чем это связано? С морозами наверняка, да? Мы говорили о том, что для шахедов более критичным является порывистый ветер. Он критичнее и чем-то, когда есть высокая влажность. И потом... Уже охватывают южный... ...анализирование... А это говорит о том, что они не рискнули испытывать судьбу вот именно с таким самым порывистым ветром. Кроме того, мы помним, что враг берёт паузу после массированного ракетного удара, как правило, 12-14 дней для восстановления сил и синхронизации своих действий в разных подразделениях. А поскольку ракеты всё-таки имеют свойство такое заканчиваться, они, конечно, ещё не близки к финишу, но их значительно меньше. И враги пытаются их экономить, а это значит, что будут использовать смешанную практику, смешанную технологию, когда и ракеты, и дроны запускаются одновременно, в одной, так сказать, волне. А для этого нужно синхронизировать действия определённых подразделений, провести слаживание военно-тактическое и нужны определённые сроки. Почему и было предложено ими вот это самое фейковое рождественское перемирие для выигрывания времени. Шахед сейчас пока не слышно, но... ...раздовательного плана... Так, сейчас постараемся возобновить связь с Натальей Гуменюк. Как раз хотел, действительно, наша разведка и наши военные предполагают, что ракетный удар может повториться. И в этой связи хотелось бы, Наталья, продолжить наш разговор. И чтобы вы рассказали о том, что происходит в акватории Чёрного и Азовского морей, какое сосредоточение боевых кораблей противника в этих акваториях, есть ли среди них носители калибров. Я хочу напомнить, что накануне стало известно, что умер разработчик этих ракет, калибр. Перед этим внезапно скончался человек, который разрабатывал и проектировал, собственно, ракетоносители этих калибров. Это подводные лодки тоже. Такая вот внезапная смерть в российском военно-промышленном комплексе. Это может быть совпадение, но тоже как-то всё в течение месяца ушли эти люди. Значит, стоит напомнить, что за декабрь месяц было четыре ракетные массированные атаки. Последняя из них была в канун Нового года. Тогда стреляли как раз из подводных лодок из акватории Чёрного моря. Был общий залп в 20 ракет. Большая часть из этих ракет калибр была сбита. Стоит напомнить, что ракеты калибр стоят огромные деньги. Это миллионы долларов. Собственно, такие деньги тратит Россия на войну против Украины. И мы знаем, что Наталья сейчас присоединилась вновь к нашему эфиру. Наталья, мы говорили о шахедах, об их использовании. Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас вражеских судов находится на боевом дежурстве в Чёрном и Азовском морях? И есть ли среди них носители этих ракет калибра, о которых мы говорили? Как раз тот самый шторм и ветер порывистый разогнали вражескую корабельную группировку. Они практически все находятся в пунктах базирования. В море на боевом дежурстве сейчас как в Чёрном, так и в Азовском по одной единичке. А это значит, что, скорее всего, это единственное судно, которое собирает информацию, откуда, в принципе, мы предполагаем, и могли запускаться беспилотники-разведчики, которыми враг пытается собрать информацию для будущих ракетных и дроновых ударов. Именно такой беспилотник и был вчера сбит нашими силами противовоздушной обороны в полдень в направлении Николаева. А если говорить еще о ракетах «Калибр», можно ли предположить, каковы запасы их? Военные эксперты предполагают, что основной их запас, преимущественное большинство, уже было, скажем так, потрачено, ввиду этих страшных обстрелов. Мы говорим о том, что запас ракет, они уже, в принципе, перешагнули в запасе ракет ту красную линию, за которую, в общем-то, начинается неприкосновенный запас. Но «Калибры», они еще могут производить своими мощностями, и поэтому могут восполнять этот запас. Хотя сложности с логистикой Крыма могут говорить о том, что некоторое время им понадобится для того, чтобы переснарядить ракетоносители, которые сейчас находятся в пунктах базирования в Крыму. И, может быть, из-за этого они и готовят ракетоносители, которые могут находиться в Каспийском море. Ясно. Спасибо. Спасибо вам, Наталья. Наталья Гуменюк была в нашем эфире, начальник объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины. До свидания. Силы обороны Юга Украины.